Басня «Февронька и Валентинка» посвящается двум праздникам любви, которые есть в нашей стране. Автор слов Колян Платков исполняют Колян Платков и Лена Магадан. Басня «Февронька» с Валентинкой повстречались и сразу очень злобно поругались. «Ты делаешь разврат, ты венчаешь геев, отцеломудрие понятия не имеешь, ты грязная, будливая скотина», — «Февронька» говорила Валентинке. «А ты по Блату в календарь прорвалась, с супругой президента прикрывалась, и настоящей ты любви не знала, брак по расчету людям показала. Во время постное, когда не заключают браков, ты день любви, семьи и верности устроила, однако. Иди в свой храм и там молись тихонько», — сказала Валентинка так Февроньке. «А ссора между тем была напрасна, любовь непостоянна и прекрасна, и те, кто в феврале под снегом целовались, к июлю, может быть, уже расстались. Февронька новый шанс дает в самом разгаре лета, надолго ли любовь, никто не знает это. А в сентябре Февронька всех венчает, но только этого никто пока не знает». «А праздники любви тот ненавидеть будет, кто очень одинок и никого не любит». Ну, к этой басне надо сделать некоторые пояснения. Обратите внимание, мы пьем чай, а то наши зрители уже говорят, что мы чего-то слишком много бухаем. Это точно. Ну, если на столе стоит бутылка с алкогольным напитком, то не факт, что из неё люди пьют алкогольный напиток. На то и видео. Небольшое пояснение. День любви, семьи и верности впервые в России отмечался 8 июля 2008 года. И этот праздник был устроен как государственный, благодаря фонду развития общественных инициатив, который возглавляла супруга президента Светлана Медведева. Президент тогда у нас в России был Дмитрий Медведев. А ещё князь Пётр и княгиня Феврония, легенда о которых дала начало празднику, вступили в брак по расчёту. 8 июля приходится всегда на Петров пост. Остромные люди за это переименовали Петров пост в Петров Февроний в пост. Ну, тут на самом деле очень много самых разных мемов возникло на эту тему. Кстати, когда выяснилось, что день любви, семьи и верности попадает на такое время, когда нельзя венчать в браке, то наше церковное начальство придумало такое решение. И был введён ещё один день памяти Петра и Февронии Муровских, который празднуется в воскресенье перед 19 сентября. Да, 19 сентября было одно из перенесения мощей Петра и Февронии. Так что каждый год дополнительный праздник Петра и Февронии попадает на разные дни. И, кстати, очень многие об этом не знают. Кстати, да, почему-то. А ещё в 2008 году между Россией и Грузией возник военный конфликт. Ну, бывает такое, на то и политика. А как известно, что из Грузии в Россию везут самые разные цветы, розы, тюльпаны. А так как символ Дня Любви, Семьи и Верности – ромашка, то на эту тему тоже бы возникло очень много самых разных мемов. Например, хорошо пропиаренная ромашка затмевает целый букет роз. В общем, всех поздравляем с Днём Святого Валентина. Всех с праздником! Бьём чай. И целуемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok